Здравствуйте, друзья! С вами Вяткин Александр. Сегодня мы снова в Смоленске на заводе группы компании Concorde. Со мной здесь Рябсов Николай Александрович, заместитель директора по связям с общественностью, постоянным зрителем нашего канала. Он хорошо знаком. Приехал я сюда, чтобы снова помучить вас вопросами. Тема сегодняшнего интервью у нас кабель НЮМ. Что это за зверь, с чем его едят, где его можно и нельзя применять. В общем все наши и главное ваши вопросы. Так, ну давайте начнем. И начнем чуть-чуть с другой темы. Я знаю, есть новость в электротехнической сфере, в сфере кабельной продукции в первую очередь. Это изменение нормативных документов. Кабели теперь немножко будут у нас выглядеть немножко по-другому. Расскажите поподробнее, что случилось, чтобы, что будет с нами. Ну так сказать, произошло достаточно значимое событие для всей кабельной общественности. Оно коснулось как производителей, так и потребителей, монтажников. Были введены, было введено изменение номер один ГОСТ 31996-2012. В нем присутствует достаточно много изменений, обзоров в интернете много и от коллег, и от чайников, все кому не ленин, это я комментирую. Самое основное изменение, которое наиболее заметно для всех потребителей, которое коснулось конструкции изделий, это изменение минимальных толщин наружной оболочки. Если ранее для кабелей с повышенными характеристиками пожаробезопасности там стояла отсылка на ТУ производителя, теперь установлен минимальный номинальный размер 1,8 миллиметра. Для всех изделий поголовно. Соответственно, что привело у большинства производителей к росту толщин оболочек и к росту цены, соответственно. Проще говоря, кабель стал чуть толще и дороже. Так что имейте в виду, никто из нас в этом не виноват. Нет, это, так сказать, ГОСТ надо исполнять. Изменение вступило в силу с 1 сентября 2021 года. С этого момента ни один производитель не имеет права использовать иную конструкцию. То, что вы имеете в виду. Ну ладно, а мы приступим к основной теме. Это кабель НЮМ. Ну давайте там для затравки. Что это за кабель, где он появился, где он родился и зачем. Так, в двух словах. Ну, прежде чем начать, я хочу все-таки некий дисклеймер озвучить. Все-таки, как сказать, мы одни из многих производителей в России. И поэтому, как сказать, не являемся толкователями стандартов, не являемся толкователями иностранных стандартов. Мы имеем некое свое частное мнение по этому поводу и вот его озвучиваем. Поэтому его можно принимать к сведению и не более того. Вот. Наиболее первое упоминание о этом изделии я нашел в стандарте, в немецком стандарте, 1981 года. Вот. И из тех, возможно, оно было и раньше, но мне информация эта не попалась. Вот. Но с 80-х годов оно уже легально существует, используется, и по сей день оно присутствует в немецких и теперь уже в европейских стандартах. Так. Ну, с этим понятно. Немецкое происхождение у нас присутствует. Как он попал в Россию и, главное, зачем? Зачем русскому немецкий кабель? Не могу не вспомнить Гребенщикова. Турки строят муляжи Святой Руси за полчаса. Это, собственно, такое художественное отражение экономических и технологических процессов, которые происходили в 90-е годы. То есть приход иностранных технологий строительных на российский рынок. Соответственно, ну, это в первую очередь турецкие были фирмы, ну, не только турецкие, которые приехали сюда со своими стандартами, со своими установками, со своими инструментами, со своими расходными материалами. Они изначально были ориентированы на импортную комплектацию, в том числе и кабельную. Ну, и, соответственно, старались именно ее использовать, поскольку она была проверена. У них, так сказать, все необходимое для работы с ней было и была уверенность в качестве этой продукции. В 90-е годы с качеством в России была не лучшая ситуация. Ну, то есть они привезли сюда спрос на нем, грубо говоря. Ну, соответственно, да, работали эти, конечно, компании не на бюджетных объектах, на платежеспособных клиентов. Соответственно, в первую очередь там этот спрос и возник. А как этот кабель перекочевал уже на именно российских потребителей непосредственно? То есть это как-то было заметно. Наши-то с чего решили его применять вдруг? Ну, как сказать, чисто экономическая причина. В любом случае любое импортное изделие будет дороже, чем произведено здесь. Даже при полном паритете качества и, так сказать, характеристика. Вот. А почему это произошло? Ну, наверное, не наверное, а наверняка мы стали жить лучше. Поэтому появилось массовое строительство, ИЖС, массовые частные объекты. Соответственно, импортной продукции, а, не хватало. Во-вторых, люди хотели сэкономить и иметь, ну, какой-то более дешевую альтернативу. В тот момент рынок отреагировал достаточно быстро. Если, ну, залезть на сайт Севкабеля, например, есть такой сервис Wayback Machine. Посмотрите, вот там появился один из первых производителей отечественного нюма, это был Севкабель. Вот. Ну, определенный, так, маркетинговый там момент присутствовал. Ну, они начали выпускать адекватный аналог, ну, на российской базе, из российских комплектующих частично, что-то закупали за границей, и этот нюм, собственно, стал массовой продукцией. Ну, то есть, в принципе, я правильно понимаю, что это такая попытка продавцов продать что-то, какое-то немецкое качество, вот, что не то, что наше. Это такая а-ля иномарка на кабельном рынке, на задел под. Ну, на тот момент, да, это очень сильный фактор был в заграничности этого изделия. По сути, это абсолютно тривиальное изделие, бюджетное, я бы сказал, с точки зрения исполнения его. Массовое, скажем, и, как сказать, ничего волшебного в нем нету. Ну, конечно, сделал не то, что наше, этот фактор очень сильно работал. Да, я понял. Вот тут главный вопрос, а проходит ли нюм для применения на территории Российской Федерации, в частности, по ГОСТу 315-65-12-го года, то есть, по требованиям пожарной безопасности. То есть, в частности, вот, интересует меня отсутствие индекса НГ-ЛС, как мы привыкли с нашими российскими кабелями. То есть, у нас есть ВВГ, есть ВВГ-НГ, есть ВВГ-НГ-ЛС и дальше. То есть, нюм, он нюм и все. Что это значит? Ну, начнем с того, что все-таки изначально это сделало под, делалось и разрабатывалось и делалось под задачи, поставленные не у нас, поставленные там, и он этим задачам полностью отвечает. Наша нормативная база, конечно, ее пытаются гармонизировать с иностранной, но, тем не менее, она свои нюансы имеет. И она не полностью идентична импортным стандартам. Я не хочу сказать, что наша нормативная база слабее или хуже, она просто иная. Вот это нужно понимать, что западные стандарты лучше, наши хуже, и это, ну, чушь. Их нужно просто исполнять, и те, и другие. Поэтому, сделано оно было под другие задачи, без оглядки на наши стандарты, и, соответственно, оно, ну, несколько оказалось подвешено в воздухе. Если говорить с точки зрения нашей нормативной базы, то любой кабель, абсолютно любой ВВГ, не должен распространять горение при одиночной прокладке. Ну, он не должен быть бихвердным шнуром, который поджег, и по всей системе у тебя прошел огонь. И это совершенно логичное требование безопасности, которое, ну, собственно, этот кабель нюм исполняет. На Западе тоже подобное требование существует, тоже огонь он не должен распространять по системе. Попытки проверить это изделие по нашим методикам при прокладке в пучке, соответственно, монтаж стояка, сопределенно горючей... То есть, маркировка НГ, вы имеете в виду? Да, 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 да. Привела к результатам неоднозначным. То есть, стабильно он этим характеристикам это изделие в классическом исполнении не соответствует. Вот сделано из тех материалов по тем технологиям, по тем нормам, которые заложены в немецком стандарте. Поэтому, как сказать, никто и не пытался к нему буквы НГ приделать, и класс пожаробезопасности, предел распространения горения для групповой прокладки он не обеспечивает. Соответственно, ДЮР это по пожарной безопасности полный аналог изделия ВВГ. Без индексов? Без индексов. Принято. Ну, то есть, отсюда появляется сейчас на российском рынке, ну, не то, что появляется, уже достаточно давно, именно НЮМ НГЛС. То есть, это уже аналог ВВГ НГЛС. Ну, так, в общем языком. Функциональный аналог, да? Функциональный аналог. Так, ну, с этим мы разобрались. Российский НЮМ и НЮМ европейского производства. Это одно и то же или нет? Ну, как сказать, у меня вечно аналогии с потребительского рынка лезут фольксваген калужского производства и венгерского производства. Насколько они отличны? Ну, да, они одинаковые, но есть нюансы, да? В чем вообще прелесть любой западной техники, любого западного изделия? В минимальных девиациях качества и количества. То есть, их технология обеспечивает с минимальными биениями характеристик изготовления изделий. То есть, оно-то было таким вчера, оно такое есть сегодня, оно таким будет завтра. И это очень сильно облегчает жизни проектантам и монтажникам, и всех, кто имеет дело с этим изделием. Проблемность нашей экономики, нашей промышленности в том, что у нас девиация и качества сырья, и самих изделий, как следствие, гораздо выше. И это создает проблемность для нашего внутреннего рынка. И не только с кабелем, это, в принципе, любой промышленности. Нестабильность параметров. Поэтому бороться с этим можно и нужно, но это удержает производственный цикл. Так, кстати, возвращаясь к предыдущему вопросу, я тут упустил один момент. А вообще, Нюм без маркировки НГЛС, может ли он отвечать, может ли он коррелировать с этой маркировкой? То есть, где смотреть информацию, чему он соответствует? Чему соответствует, как сказать, мы вообще, юридические нормы сейчас очень сильно проникли во все области деятельности, и Нюм может соответствовать всему. Но пока это не подтверждено легитимным образом, он не является ни горючим, ни низкодымным. Вот, чтобы он стал низкодымным, это нужно подтвердить в соответствующей лаборатории, в соответствующем испытании по гастированным методикам. Пока этого не сделано, он в ВВГ. И где эту информацию искать? Вот, значит, искать эту информацию на самом изделии бесполезно. Маркообразование у западных изделий там свое, свои стандарты, свои нормы, маркообразование у наших изделий свое. Есть вариант, когда наши производители создают какие-то уникальные изделия со своими собственными брендами, например. Поэтому на самом изделии этого не увидишь. Чтобы понять реальные характеристики изделия, нужно смотреть в эксплуатационную документацию производителя. Это инструкция по эксплуатации, ну, некоторые делают паспорта, неважно, как этот документ называется, в нем должно быть в явном виде указан класс пожароопасности изделия. Я на экран выведу, как это выглядит. Да, да, да. Соответственно, глядя на эти цифры, с помощью ГОС-31565 можно объективно понять, чему он соответствует, чему не соответствует, и его применимость определить. Рекомендации по применимости там же ГОС-2 есть. Ну, давайте теперь об интересном. Один из самых популярных вопросов мы опубликовали. Мой коллега Антон Тимофеев опубликовал в своей группе пост со сбором вопросов по теме кабеля НЮМ. И один из самых распространенных вопросов – это этот инцидент с мироточением, так скажем, со выделением масла, то есть, ну, давайте в общих чертах вообще какие проблемы были с НЮМом, как с ними удалось или не удалось справиться, что это вообще было, что это такое. Что это было? Да. Хорошо. Ну, начнем-то немножко с теории. ПБХ-материал сам по себе содержит пластификатор. Это жидкая компонента, которая химически не связана. Оно механически перемешано с самой полимерной базой. Чем больше пластификатора, тем более пластичный, гибкий этот материал становится. И вот все очень любят мягкие кабели, это значит, что у них очень много пластификатора, который химически не связан. При тех или иных условиях, которые сейчас нет смысла обсуждать, например, там высокая температура, этот пластификатор может начать выделяться наружу. Он может начать выделяться из-за несоблюдения технологий приработки, может начать выделяться из-за несоблюдения рецептуры, из которой собран этот материал. И, собственно, он всегда присутствует в конструкции изделия. Поэтому при усилу тех или иных несоответствий он может начать выделяться. Кстати, эта проблема не чисто Нюмовская. Она была с изделиями практически всей номенклатуры, и с ВВГ, и с ВВБШВ, и практически у большинства заводов, работавших в начале 2000-х годов. Это тотальная отраслевая проблема. Почему на Нюме так застроено внимание? Ну, потому что Нюм шел, собственно, на жилищное строительство в первую очередь, и для частных лиц это очень было болезненно. В ВВГ, там потеющий никого не напрягал, и даже, может быть, это не замечали. Но образцы таких изделий я наблюдал неоднократно. Хлебнули горе практически все заводы с этим делом, и наши, и импортные действующие на территории России. Ну, заводчанам ничего объяснить не надо, все все понимают. Ну, конечно, для потребителя, который столкнулся с таким эффектом, это проблема, и я отлично понимаю, я сам, как сказать, обыватель, потребитель, и меня бы это, мягко говоря, не обрадовало. Просто да, что-то из разряда катастрофы. Вот, проблема, скажем так, она все равно продолжает существовать, потому что структура ПВХ осталась та же самая, и пластификатор в нем присутствует в сегодняшний день, и какая-то проблемность, она в будущем может вылезать совершенно в любого производителя, связанная с этим. То есть, в принципе, нельзя сказать, что сейчас все 100% безопасно. Сказать можно что угодно, вот сделать это гораздо сложнее. Возвращаясь к тому, что я говорил, рынок нашего сырья менее стабилен, чем иностранный, поэтому какие-то неприятные вещи могут вылезать со временем. А есть ли какие-то признаки, как можно, там, заранее, может быть, как-то предугадать, например, там, другой цвет наполнителя, там, он темнее, светлее, или таких признаков нет, это только по прошедшему времени можно узнать. Ну, если бы, вообще, ну, как сказать. Если бы можно было угадать, угадывали бы, да? Да, мы все коммерсанты, мы все зарабатываем деньги, но мы же не больные нахлого люди, и наши коллеги, они, в принципе, нормальные люди, все хотят работать хорошо и производить востребованный товар качественный. Никто не хочет производить брак. Все доступные возможности по локализации этих проблем, конечно, использованы, но 100% гарантии они пока не дают. Либо проверять нужно каждый грамм, ну, что, конечно, нереально. Ну, это да, это невозможно организовать. Ну, давайте вопрос немножко по конструкции кабеля. Наполнитель, вот, зачем он нужен? Потому что есть, в интернете есть несколько мнений. ГОСТ... Поставьте точку, так сказать. Понял. Это касается вообще вопроса, зачем. Я, так сказать, системно хочу... Я думаю, вот эта картинка с учеными сейчас возникнет. Есть ученые, которые изучают законы природы, природные явления, переводят это на язык формул, на язык математики. Потом другие ученые, глядя на эти формулы и проводя эксперименты, создают для нас нормативную документацию, согласно которой мы должны прокладывать только молодым и не распространяющие горение кабель в жилых помещениях, например. Они не пишут в стандарте, зачем это. Они пишут, что так надо делать. Зачем этот вопрос решался на уровне компетентных лиц? Поэтому, конечно, предполагать можно, но вопрос этот не совсем к нам, как к производителям. Мы обязаны исполнять этот стандарт, а не обсуждать, зачем он нужен. Почему мы должны ездить по правой стороне? Примерно такой же вопрос. Ну, я еще чуть-чуть продолжу. Версии есть, зачем нужен заполнитель. Первое, экономическое. Материал заполнителя дешевле, чем материал оболочки. Большей частью он стоит из минерального наполнителя со связующим полимерным. И он дешевле в разы, чем оболочка. Соответственно, он позволяет снизить стоимость изделия. Раз. Второй момент. Технологический. Наличие заполнения с низкими физико-механическими свойствами позволяет достаточно легко разделывать изделия, не обрывать руки. Кто работал с опрессованными изделиями, то есть где сплошная оболочка опрессована, знает, в чем разница. Третье, пожарная. Если там 90% мела, грубо говоря, гореть там особо нечему. Соответственно, общий показатель горючей такого изделия, горючая масса у него ниже. Вот. Поэтому и третий момент. Он обеспечивает круглую форму изделий. И, соответственно, его не нужно ориентировать каким-то образом при прокладке. Что упрощает работу монтажника, позволяет организовать уплотнения, вводы. И гнуть его в любую сторону можно совершенно одинаково. Не задумываясь. Ну, эстетика в этом тоже не последнее дело. Если проводка там открыта по каким-то причинам проводится. Да, ну, я знаю, что мы с прошлой встречи еще вынесли информацию, что в круглом ВВГ, НГЛС с наполнителем, там присутствует в наполнитель дополнительные антиперены. То есть они улучшают характеристики пожарной безопасности. Опять же, стандарты этого не требуют. Это разработчик конкретных ТУ сам принимает решение, что туда сыпать для достижения поставленных показателей. Если можно обыть из БИС антиперена, никто его, по-доброй воле, сыпать не будет. Он стоит денег. Он дороже бела. Ну, если нужно достигнуть нормированных показателей, приходится идти на эти затраты. Ну, это себя оправдывает. Все равно это изделие показывает лучшие характеристики, чем просто опрессованное по материалам оболочки. Еще из группы Антона Тимофеева один вопрос, не менее популярный, чем предыдущий. Мы уже чуть-чуть затронули эту тему. Нюм и круглый. Давайте возьмем так теперь. Нюм НГЛС и круглый ВВГ НГЛС. В чем между ними разница? Также вопрос ставился, кто лучше? Какой кабель лучше? В чем у них разница? Какие преимущественные недостатки у одного перед другим? Ну, начнем по порядку. Вообще, как сказать, у любого кабеля есть его назначение, которое указано в документации производителя. Так вот, по назначению кабелей совершенно идентичны передача электрической энергии. В сетях там 0,45 или 0,66 киловольта, в зависимости от производителя технических условий и опорных стандартов. Поэтому назначение у них одно и то же. Они со своей, с точки зрения функциональности, это идентичные изделия. Далее, теперь идем, добавлены эти вот префиксы, обозначающие пожарную безопасность. Если следовать требованиям ГОСТ-31996, это префиксы означают, что данное изделие успешно прошло испытание по распространению горения в пучке и по дымовыделению. Вот, но, как сказать, это все более же декларация, поскольку изделие НЮМ-НГЛС ГОСТ-31996 не предусмотрено. Оно не соответствует маркообразованию, заявленному в этом стандарте. Поэтому, чтобы убедиться объективно и достоверно, что это не просто сочетание букв, а что это действительно не распространяющий горение кабель, необходимо поглядеть в документацию, в эксплуатационную документацию производителя на классовую пожарную опасность. Там будет видно вот это вот P1B822. Эти цифры объективно отражают характеристики изделия и подтверждают соответствие изделия вот нашим стандартам. Поэтому, ну, пока я не сталкивался с фейковыми НЮМ-НГЛС, все, кто их делает, они обеспечивают это соответствие и они, в принципе, соответствуют. Что можно сказать? Если буквы НГЛС присутствуют в маркировке изделия, то, наверное, оно является аналогом НГЛС с точки зрения пожарной безопасности и, соответственно, применимости при монтаже. То есть, разница в них это только цвет, по сути? Да, поэтому первый пункт назначения изделия соответствует, смотрим ВВГ и НЮМ-НГЛС. Назначение одинаковое. Окей, переходим. Класс пожарной опасности одинаковый, одинаковый. Значит, это полные функциональные аналоги. И разницы между ними, по сути, никакой это только религия? Разница на ними, между ними существует, ну, хотя бы цвет. Разница между ними находится выше требований ГОСТа, они, может быть, какие-то нюансы по физмехам, но они превышают требования ГОСТа, ну, должны превышать, как минимум. И радикального влияния на их применимость не оказывают. Принято. Теперь вот еще один вопрос из группы. Это касалось именно названия. То есть, разные названия. Например, НЮМ через УАЙ, НЮМ через Ю, как у вас. Что это значит? Кто-то мухлюет? Это где-то фальсификат или что это? Вообще, откуда ноги растут у названия? Понял. Ну, если на то пошло, все отечественные производители мухлюют. Ну, потому что, как сказать, мухлюют в кавычках, конечно, потому что они обязаны производить изделия не по немецкому стандарту, а в соответствии с нашими национальными, либо действующими международными на нашей территории. Они не полностью идентичны, хотя бы потому, что немецкие стандарты изделия на 0,66 кВт в принципе не предусматривают. Поэтому уже ДЮРы это не тот НЮМ немецкий ВДЕ, это уже наш НЮМ. Поэтому гармонизировать требования своих технических условий с нашей нормативной базой производитель обязан, и это правильно, и поэтому аналог получается скорее функциональный, чем полный. Поэтому и буквы копировать я не вижу какого-то особого сакрального смысла. Если мы изделия вынуждены корректировать его конструкцию и параметры под нашу нормативную базу, смысл сохранять исходное название не отсутствует. Ну да, ну проще говоря, если мы возьмем, купим в Германии НЮМ, привезем его сюда, мы его здесь использовать в принципе не можем, потому что он не рассчитан под наши стандарты напряжения. Правильно? Это нужно подтвердить, как я уже говорил, лабораторным способом. Нет, ну даже вот по сертификату, то есть он, насколько у них по напряжению он сертифицируется? Ну и стандартно на 0,45 кВт. То есть по сути, по нашим нормативам мы не можем выпускать полный аналог, правильно я понимаю? Выпускать мы его можем, а вот его использовать уже начинаются проблемы. Можно выпустить положительный склад, никто это не запрещает, закон не запрещает. Но когда он выезжает за забор, вот здесь некий юридический казус уже начинается. Вот, еще такой момент, НЮМ, вот это обозначение, защищенный знак, но в всяком случае на территории Евросоюза. И чтобы его использовать, нужно пройти соответствующую сертификацию Союза немецких энергетиков и получить соответствующий сертификат. Только после этого, помимо того, что изделие должно пройти сертификацию, сертификацию проходит производство само. Приезжает комиссия, смотрят, оценивают и выносят некий вердикт. Вот, производителей, которые прошли через это все, не так много в России, и компания Конкорд одна из них. То есть вы имеете сертификацию? Сертификация Союза немецких энергетиков у нас имеется. И при желании мы можем писать на изделие любые буквы, даже вот НВМ. Но, как сказать, когда эта сертификация произошла, мы провели опрос потребителей, провели опрос дилеров, и, в принципе, никто не высказал особого энтузиазма по использованию нового названия, поскольку это вызовет, ну, какое-то на рынке неприятие. Есть изделие, к которому мы привыкли, которое со своими всеми плюсами и минусами всем известно, мы, как производители, всем известны. Ломать что-то в этом смысле никакого смысла не было. Поэтому при желании НВМ мы тоже можем выпускать изделие и поставлять его даже на внешний рынок. Хотелось бы еще добавить, что похожая эпоха этого изделия заканчивается. Во-первых, спрос на внутреннем рынке сейчас активно замещается изделиями ВВГ, НГЛС, ну, в силу прямых требований его использования. И мне стало интересно, а что же в Европе, на нее мы очень любим смотреть, и я связался с нашими коллегами в одной из стран Евросоюза. Собственно, они сказали, что массовым изделием для монтажа внутренней проводки сейчас является изделие CIKI. Вот не знаю, как его по-русски произнести, вот такая аббревиатура. Так же, как и с НЮМом, никто не знает, как его правильно произносить. Есть такой момент, да, НЮМ это, в принципе, название наше сленговое, мы к нему привыкли, называют его немножко иначе. Как же его называют? В смысле? НЮМ. Ну, вообще, по-нормальному, если мы говорим об аббревиатуре, аббревиатуре импортное, мы читаем ее по-бухум. N-I-M. Все остальное, это попытка прочитать аббревиатуру каким-то иным способом. Ну, вот, как мы же говорим, КГБ, а не пытаемся так в одно слово это зажевать все, и другие аббревиатуры. Так вот, изделие НЮМ там сейчас не в фаворе. Ну, то есть, жизнь меняется, требования меняются. Жизненный цикл этого изделия, ну, собственно, оно было чудесным, длинным, и оно принесло всем пользу и знания, и умения определенные. Сейчас просто жизнь приходит уже к другим требованиям и к другим изделиям. Поэтому никакой сохранности в нем нет, возможно, с ним придется когда-то рано или поздно распрощаться. В этом смысле мы относимся, ну, как сказать, это не мы его придумали, это не наше детище. Конечно, как сказать, у него был пик спроса, и мы, честно говоря, заработали на этом, и, собственно, стали тем, как мы стали. Ну, оно когда-то тоже все заканчивается. Все же, да. Поэтому ничего сакрального нет, и ничего ужасного в его уходе тоже нет. Поэтому на что будет спрос, то и будем производить. Да, ну, если у нас есть, а у нас есть зрители, которые работают и живут в Европе, напишите про этот кабель NYKY, что это за зверь, что вы о нем знаете. Будет очень интересно, потому что я, если честно, не вникал. В других странах Евросоюза могут быть другие топовые изделия. Да, очень интересно. Поэтому давайте обратную связь, это тоже полезно. Я полный охват европейского рынка, конечно, не могу осуществить. Вот, и, наверное, закончим таким вопросом, опять же, из группы, который к нам пришел. Спрашивает человек, можно ли нюм прокладывать без труб в деревянных домах, не горит ли у него изоляция? Очень хороший вопрос. И тут меня накрыло. Сразу вспоминаю комедию Спортлотов-82, можно ли есть эти ягоды? Да, можно, только отравишься. Монтировать, господа, вы можете, что хотите и как хотите. В частном жилищном строительстве никто с ружьем над вами стоять не будет. Но последствия этого монтажа ложатся ответственностью на ваши плечи. Соответственно, думайте, прежде чем принимать какие-то технические решения. Я видел полно всякого страшного монтажа тоже, всякие страшилки в интернете, полно фотографий. И это работает, это работает годами. Люди утверждают, что это безопасно, но это в вопросах совести и их ответственности. Ну и как бы до поры до времени. Да. Может быть и кто-то всю жизнь проживет абсолютно на скрутках алюминия с медью. Это тоже, так сказать. Поэтому, мое мнение, нежелательно так делать. Вот это мое мнение. Еще такой момент, кейс я уже озвучивал, да. Можно ли пьяных несовершеннолетних девочек возить на автомобиле Лада Гранта? Обратитесь на завод и спросите. Возить можно. Вот с какими последствиями это все произойдет. Поэтому это вопрос по большому счету вашей ответственности и вашей дальновидности. Да, ну я тут добавлю чуть-чуть, очень часто приводят, в пример, Финляндию, Норвегию, Швецию и какие-то прочие страны, где там, дескать, посмотрите, каркасный дом, проложен нюм, и все нормально, без трупов и без прочего. Хочу привести, я читал комментарии кого-то из коллег, дескать, ну проложим мы как в Финляндии, а вот сидеть потом нам не в финской тюрьме, а в русской. Очень правильный подход. Вообще, Россия, так сказать, наша Раша любит вот сказать, это же Россия. Ну, к сожалению, есть нюансы, скажем, технического регулирования, есть нюансы, вообще строительство в России свои есть нюансы. На юге свои, на севере свои, тут еще страна большая, очень их много. Поэтому никакой производитель в здравом уме валидацию опасного решения вам не даст. И я в здравом уме, находясь, никогда не скажу, что можно или нужно так делать. Хотя всяких чудес в своей жизни досмотрелся, с совершенно разными результатами. Поэтому де юре, смотрите вот с какой точки зрения, пока не наступило ЧП, это все чудесно, никто вас не тронет. Но если будет ЧП, и не дай бог с трупами, будут копать, и все это вылезет наружу, и думайте сами, надо вам где-то или нет. Ну вот на этой ноте, наверное, и закончим. В принципе, все вопросы, которые у нас были, мы озвучили. Вот, если есть что-то добавить. Есть что-то добавить. Благодаря вот проекту Госплюс и лично Саше, моя узнаваемость очень выросла. На последнем отраслевом мероприятии меня люди узнавали, именно благодаря материалам из Ютьюба. А я вас видел. Меня это очень порадовало. Мне хотелось бы иметь обратную связь. Соответственно, в ближайшее время я, так сказать, аккаунты в соцсетях, в Ютьюбе появятся. Ну, мои контактные данные, в принципе, есть на нашем сайте. Кстати, нюм.ру. Именно с этим изделием наше предприятие вышло на федеральный рынок, и, собственно, мы стали тем, кем мы стали. Вот. Задавайте вопросы, потому что, может быть, в реальном времени я не смогу на них отвечать, но при, как сказать, сборе какой-то критической массы мы будем совместные материалы выпускать. Я буду выпускать материалы сам, потому что присутствие в интернете я чувствую, что это уже насущная необходимость. Вот. Поэтому, любым способом, давайте вопросы, лучше, так сказать, промолчать ни в коем случае в данном вопросе нельзя. Лучше, по крайней мере, получить некий объем мнений, с которыми можно работать, чем не знать просто вообще ничего. Согласен. Да, поэтому пишите в комментариях, какие вопросы вас еще интересуют. Может быть, мы что-то не затронули и упустили. Мы, соответственно, все это посмотрим, обязательно ответим на то, на что можно ответить. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго. До свидания. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин